Всем привет, с вами Райт, я чуть-чуть отойду от обычной темы и сегодня я расскажу о том, как настроить СОС СДК, если быть вернее непосредственно сам Хаммер Эдитер, под Гаррис Мод Возможно, вы уже когда-то делали карты, либо же просто решили приобщиться и решили сделать их для Гаррис Мода, да? Так вот, вы решили просто скачать СОС СДК по туториалу либо добавили Гаррис Мод, либо он у вас уже был и попробовать сделать что-нибудь свое Открывайте вот такие Хаммер Он у меня, кстати, лицензионный, и этот видеорок чисто для лицензии Так, так вот, мы их видели Открываем мы эту вещицу У нас уже все как бы навстроено Ну а мы жмем файл, new File to load the default shame file Мы, Гаррис Мод у нас не ищет О, боже мой Уйди, короче, ладно, закрываем Это очень важно Он у нас не может найти файл схемы Так вот, просто закрываем СОС СДК Он нам вообще не нужен Будь то лицензионный, будь то пиратский Пиратский уже здесь настроенный, но ладно, обойдемся без них Вместо этого мы открываем Папку с нашим лицензионным Гаррис Модом Как с пиратским работать я не знаю Не знаю, есть ли смысл вообще его качать Так вот, камера эдитор Здесь у нас открывается непонятное окошко Я хочу, значит, сделать ПВП-карту Поэтому я как бы рассудил, что давайте Counter-Site Converset открою Однако у нас опять ошибка Setup файл, геминфа, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Короче говоря, у нас не ищут нужную электриторию Но нам оно и не надо Так вот Я не нашел здесь GMS, но зато нашел О, нашел GameContact. Открываем его. Что мы здесь видим? Counter-Sight Source, Devil Defeat, Team Fortress 2. То же самое, что мы видели в списке. Вот такой подумал. Так, но если я добавлю сюда GraysMod, то что-то изменится. И действительно, мы можем либо просто скопировать, как сделал я, Grays Counter-Sight Source, начинаю копировать где-то отсюда, где-то вот до сюда. И вот у нас что-то как-то получится. Только здесь надо подправить, чтобы вот эти скобки были как-то по правилам. То есть C++ это, наверное, да? Короче, не суть. Либо просто заменить Counter-Sight Source на GraysMod, и в итоге у нас должно получиться вот это вот. Это я сделал два файла. Один из них резервный, просто на случай, если что-то сделаю не так, чтобы потом мне что-то там делать. Вот на GraysMod. Вот что у нас должно получиться в итоге. То есть, когда мы уже все закончим. Но я заменил только название. Так. Здесь меняем название, чтобы он у нас его не открывал. Все. И теперь мы снова открываем HammerX. Вот у нас уже сам запускается. Впоследствии он вам будет опять давать это окошко. Выбирайте GraysMod. Так, и того, мы нажимаем New. Опа. У нас появились файлы схем. И мы уже что-то можем создавать. Но еще не все. У меня здесь, конечно, уже все настроено, но однако. Здесь у вас будет только CastStrike. В HD. Мы нажимаем здесь Add. Комп начинает тупить. В итоге. Можем выбрать все вот это. Я так понял, что для загрузки Entity только из GraysMod нам нужен GraysMod. За что отвечают Base и SDK я не знаю, но я добавил их на всякий случай. Только они какие-то еще Entity добавляют нам. CastStrike можете удалять, у вас все равно здесь его нет. Здесь вы оставляете все как есть. InfoPlayer Blue. У вас здесь будет стоять InfoPlayer Teorist. Так как вы копировали все из Counter-Strike. Но вы можете поставить Blue, и это как бы вас будут кидать в синюю команду. Так. Здесь все нормально. Здесь смотрите. Здесь у вас будет что-то непонятное. Steam UserDeal это Steam Steam Maps. Вот все уходит в эту директорию. Come on. GraysMod это собственно уже ваша директория игры. Здесь у вас будет дальше идти Content. Дальше у вас будет идти CastStrike. Дальше у вас будет идти Maps.RK. Что это я не знаю. Ну и в общем замените все примерно так. Чтобы все сохранялось в папку Maps в GraysMod. Так. Здесь у нас ничего не нужно. Здесь ничего не трогаем. Materials. Здесь нам что нужно сделать. Не понял. Ну вот заодно продемонстрирую. Spawn Icons. Вот. У вас автоматом скорее всего откроется Materials. Вам нужно добавить Spawn Icons. Temp и Vue. Все. И Build Programs. Здесь тоже почти ничего не надо менять. Только еще вот здесь у вас будет тоже CastStrike Maps. Завените на GraysMod Maps. Все. Сохраняем. У меня уже была здесь карта. Даутона. Это я ее просто тестил. Вот мы видим карту. Как сделать карту я пока что объяснять не буду. У меня уже были видео по этому поводу. Давно-давно. Но я закинул опять же эту идею. Вот. Я создал небольшой набросок. Кстати говоря. У вас сначала будет такая проблема. Вы все будете видеть вот так. Я запаниковал сначала. Тоже думал что-то там не подгрузилось. Оказывается нет. Нет. Просто выбираем Vue. Texture Polygons. Все. Значит это у нас как раз таки entity. Info Player Spawn. Нет. Info Player Blue. Вот. Да. Это у нас просто пропик. Я хотел посмотреть отображается ли оно в гересмоде. Вернее в редакторе так как отображается вот эта фигня. Моя паника снялась. Все отображается нормально здесь. Ну в общем-то все. Нажимаем файл. Run Map. Здесь ставим вот такую фиговину. Сейчас все запустим. Открывается гересмод. Я правда не уверен. Насчет того как она пишется. Она у нас наверное сейчас мигать будет. Ну ладно. Не суть важна на самом деле. Вообще я так подумал что Так пока что грузится. Я скину в описании собственно как должен выглядеть Как должна выглядеть папка GameConfig. Я скину это в описании собственно говоря. И там вы уже посмотрите как оно должно выглядеть. Так. Вот у нас этот красный гересмод. Теперь возится карта. Если вы что-то сделали не так. То у вас гересмод сам по себе откроется. Но карта не загрузится. Что проследует там. В принципе там больше ничего особенного не будет. Вот все. Мы появились. Упали. Там где спаун был. Вот шляпа. Видим ее. Это у нас Steam собственно говоря. Потому что у меня лицензия и все такое. Так вот. В общем-то мы видим весь. Все как и должно быть. Надеюсь пишут все нормально. Если даже мигает в принципе ничего страшного. Карта та именно что я сделал там. Все работает. Если у вас выдают какую-нибудь ошибку. Типа. Значит там про отсутствие коллизии выдавало. Бла-бла-бла. Значит вы что-то не так сделали. Я когда добавил все эти материалы. Все стало вот примерно так. Все выходим. Нам гересмод больше не нужен. Все. Вот так вот и подключается. Гересмод. 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 Он уже опять же есть у вас в папке. Если нету, я не знаю. Можете скачать дев-версию в разделе бета-версий. Я его зачем-то скачал. Но по-моему это ни на что не влияет. Там вроде бы пару файликов его закачает и все. Как делать карты опять же это уже не ко мне. Я скорее всего буду стримить. Но потом как-нибудь посмотрим. Пока что у меня другие дела есть. Вот так вот собственно она подключается. Как что делать, как настраивать. Как там свет, как делать биражки, как все прочее. Опять же смотрите в отдельных туториалах это пока что не ко мне. Я не планирую возрождать курс туториалов. А если и планирую, то в более короткой основе, как и с World Editor для Warcraft. Который кстати у меня сейчас тоже открыт. А я делаю тоже карту. Так вот. В общем все. Я скину в описание как должен выглядеть game config. По крайней мере как выглядит он у меня. Вы просто создадите еще один файл game config. Впишите туда все что я напишу в описании. Либо же можете повторить то что я делал на видео. Чтобы у вас все совпадало вот здесь. В options. То есть чтобы здесь все совпадало, здесь все совпадало, здесь. Тогда у вас все будет хорошо открываться. У вас все будут модельки текстурки читаться. Опять же если у вас будут вот так все выглядеть или вот так. Вы просто ставите текстурки полигон, чтобы все хорошо работало. И все. В общем ладно. На этом я закончу. Спасибо что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok